Прежде чем начать эту, безусловно, важную тему, я немного расскажу о себе. Как мне уже представили, меня зовут Артем Тимофеев, и в сетевом бизнесе я группу горячую больше двух лет. Армали не первая моя компания, с которой я начинал вообще сотрудничать, но мой приход сетевой сопровождался в той интересной ситуации, то есть в какой-то момент, будучи на обычной работе, кстати, кто сейчас до сих пор работает на обычной работе, вот по найму там 5-2, 2-2 и так далее, понимаете, то есть где-то ползала, грубо говоря. У меня все началось с того, что я сидел на обычной работе, даже не секрет где, это было в нашем ЕЦРБ, я работал инженером по метрологии, зарабатывал свои честные там 16-18 тысяч в месяц с остальными подработками в районе 20. Ну не могу сказать, что чувствовал себя комфортно, не могу сказать, что на жизнь хватало, имея автокредит. Ну, концы с концами сводил, да, зарплаты к зарплате, в долг и так далее. И в какой-то момент у меня в голове щелкнуло, что как бы мне уже скоро 25 буквально, вот-вот-вот, а по сути-то какие перспективы в жизни, то есть я просто поднял голову напротив, посмотрел на человека, который сидел возле меня, что человеку 55 и у него зарплата, ну, на 20-30% больше, чем у меня. Если я продолжу заниматься тем, чем я занимаюсь на тот момент, то есть, ну, продолжу сидеть на этом теплом, уютном месте, по сути, ну, ничего не делать, да, скажем так, для изменения своей жизни, то меня ждет такая же старость. А если мне сейчас не хватает на тот момент 20 тысяч рублей, то когда я заведу семью, когда мне будет 30-40, мне этого не будет хватать подавно, и что нужно что-то менять. И когда меня начали посещать эти мысли, я просто не понимал вообще, где можно добиться успеха, что можно делать, с чего нужно начать вообще, то есть у меня были разные сферы деятельности, помимо основной работы, это, как говорилось ранее, футбольная команда и в политике себя пробовал, в принципе продолжаю активно развиваться. Но я понимал, что в большой финансовой свободе, да, к определенному финансовому уровню меня это приведет вряд ли. А если и приведет, то, ну, не совсем теми путями, которыми хотелось бы. И я полез в интернет, начал что-то искать. И вот в тот самый момент, когда даже еще не знал об этой индустрии, то есть не вникал в нее, мне пришло обычное сообщение, то есть обычная спам-рассылка. Я думаю, многим, да, когда-то в жизни прислали какой-то спам по типу, вот, срочно зайди, посмотри, крутая тема, крутое предложение и так далее. Вот, мне пришло такое сообщение. И что делает 99% людей с такими сообщениями? Они их даже не читают, удаляют и спам в корзину. Но оно мне пришло в тот момент, когда я что-то искал именно. Знаете, как бывает такое, да, что когда мы чего-то очень долго ищем, что-то ищем, что-то ждем, это нам приходит каким-то образом. Причем самое смешное, что мне это сообщение присылала 14-летняя девочка. Вот серьезно, то есть вот их не вспомнил. У нее мама занималась сетевом, а девочка просто рассылка, по-моему, банальное дело. Я посмотрел сообщение, спросил подробнее. На что мне в ответ, ну, то есть как бы я сейчас обучаю диалогами в интернете, я говорю, что никогда так не делайте. Пришла вот такая телега текста и пришло часовое видео. Кто из вас посмотрит часовое видео, если вы скинут своими сообщениями? Я думаю, никто. Я его тогда открыл, думаю, ну, сейчас пробегу глазами. И самое смешное, я его открыл на работе, в нескольких местах пролистал, и вот буквально те 2-3 минуты, что я посмотрел там, меня зацепили. То есть человек рассказывал о тех вещах, которые мне реально стали интересны. То есть вообще сама тема сетевого, сама тема развития бизнеса здесь. И я решил это дома посмотреть внимательно. Я посмотрел дома внимательно это видео, и я понял, что это реально то, чем я хочу заниматься. Это реально тот образ жизни, который я себе хочу. То есть там рисовались возможности путешествовать, возможности финансовой независимости, возможности мне работать 5-2 по какому-то графику. Тогда мне казалось это фантастикой на самом деле. То есть тогда я сидел и думал, блин, 30 тысяч рублей в месяц, да не ходить на работу, это вот вообще это мечта просто, это нечто неземное. Я хочу, все. И я встретился с человеком в нашем городе, мне дали эту информацию. И я принял для себя решение, начинает развиваться в сетевом. Как это бывает у многих, да, я на самом деле изначально вообще не знал, что делать, как делать. И мне мой спонсор тогда сказал, не спеши сейчас что-то активно предпринимать, какие-то действия, езжай на события. У нас через неделю там события, причем самое интересное даже не в России. Для кого-то проблема поехать на события за 200-300 километров в соседний город, да, я пойду в другую страну. Абсолютно не было денег, там что-то где-то занял. В итоге, побыв там уже, я просто еще больше проникся этой идеей, проникся глубиной этого бизнеса и понял, что это, пожалуй, единственный путь на тот момент, в котором я реально могу добиться успеха, большого успеха, там не зарабатывать 30-40 тысяч через 5-6 лет, а вот финансовая планка как бы она не ограничена, да. Я стал вникать, я стал действовать, я приехал с события, я проводил встречи в таком темпе, то есть в котором, наверное, до того не работал никогда. Будучи на работе до 5 вечера, следом до 10 до 11, я проводил встречи, приходил домой еще обучался, то есть в таком ритме несколько месяцев. И это, в принципе, начал давать какой-то вообще базовый такой банальный результат, то есть несколько партнеров и так далее. Кстати, вот кто считает, что подписать человека на папку, провести встречу, подписать человека на папку – это сложно? Вот есть вообще такие люди, здесь остались, но я думаю, что здесь все уже кого-либо регистрировали, да, и примерно понимают весь процесс. Кто считает, что это сложно вообще объяснить человеку, что ему для бизнеса нужен инструмент за 2000 рублей? Нет таких, да, кто считает, что сложно? Так вот, компания, которая начинала изначально, там нужно было человеку объяснить, что ему нужно потратить 10, 20, 50 тысяч рублей. То есть так, к слову. И мы это делали. Это было гораздо сложнее, поэтому, когда я пришел в армей, я просто увидел простоту этого бизнеса, я просто понял, что это тот продукт, это тот бизнес, на который есть огромный спрос, это очень легко, это реально очень легкий продукт, и это очень маленький вход в бизнес. То есть 2000 вложений для того, чтобы начать свой бизнес, но это смешно на самом деле. У бизнес, у которого такой потенциал, у которого такие возможности. Вот. Не буду сильно долго рассказывать о причинах, которые побудили меня уйти из той компании. Да, в какой-то момент я столкнулся с тем, что не увидел роста бизнеса, и на какой-то момент я выполнил сетевого на следующие полгода. Что я сделал? Я пришел, устроился на работу. Вот. И тоже все продолжилось стандартно, да, 20-25 тысяч в месяц. Опять же, практически никакой перспективы, и у меня это начало угнетать на самом деле. То есть опять же начал понимать, что нужно что-то делать, нужно что-то менять. И в жизни я познакомила с Лениной Алексеем, которые вообще открыли для меня эту возможность, за что им огромная благодарность. Они мне показали эту возможность, но я ее не принял изначально. То есть, ну так, ну хаме попользовался, ну прикольно, классно, ну как-то вот. Ну с духи. И ладно. Вот. А потом случился рамок 2015 года. И у меня Алексей с Лениной говорят, поехали на события. В Ростове будет событие компании Армель. Можно сказать, первое такое крупное событие, поехали с нами. Я говорю, да господи, что я там делаю? Я так как бы сидела, дел полно в городе. Я говорю, да поехали. Я говорю, да не, ладно, выезжайте, как бы у вас бизнес стоят. А что, ну у меня ноль баллов, ноль процентов, вообще ничего. То есть, что мне там делать? Я говорю, ну давай ты водителя нас возишь и мы тебя там, если что, на мероприятия тебя проведем. Ну окей, ладно, поехали. Ну поехали туда. То есть, я ехал туда с Элью, на самом деле, как, скажу честно, потусить. Не обучаться, не строить бизнес. Просто хорошо провести время, отдохнуть по мне. Бассейн показали. Просто было интересно. И когда я туда приехал, я увидел людей, которые уже на тот момент зарабатывали астрономические для меня деньги. 30, 50, 60 тысяч рублей, 100 тысяч там, то есть, в сетевом. Я увидел Милу Матвееву, которая тогда уже выходила на сцену 12 процентов, по-моему, если не ошибаюсь, я смотрю, вау, 12 процентов. Я увидел людей, которые были 20-25 процентов. Для меня это оказалось такой пропастью, недостижимой просто. Но в то же время, помимо того, что я увидел вот этих людей, я понял, что я могу достичь того же, в принципе. Я посмотрел на это, я понял, что чем я хуже. То есть, те люди, которые стоят на сцене, они прошли какой-то путь, они проделали какую-то работу. А что мне мешает? И я могу то же самое. Я могу даже не просто то же самое, я могу лучше. Я могу лучше, я могу быстрее. И это меня побудило уже просто менять для себя решение, да, то есть, то самое. Что я пришел в этот бизнес серьезно, я хочу здесь добиться не просто какого-то результата, там, 100 тысяч рублей или, там, 150. Я хочу добиться здесь, ну, не знаю, максимальных высот, закрыть квалификации, которые здесь только есть. То есть, моя планка не останавливается, там, на бриллианте через год-полтора-два. Все следующие квалификации, даже те, которых еще нет в компании, в планах есть. Вот. Но это уже в дальнейшем. Что я начал делать изначально? Я начал активно обучаться. Помимо того, что я решил обучаться, я еще активно действовал. Потому что, если мы будем сидеть дома и месяц просто обучаться, не выходя на улицу, не продавая флаконы, не проводя встречи, но результата у нас не будет. То есть, результат от обучения на голову не падает. И помимо этого обучения, я начал предпринимать активные действия. Я выходил на продажи. Теплый рынок, холодный рынок. То есть, я не буду подробно рассказывать все эти истории, но было очень много действий. Я принял для себя решение через 10 дней после события первого поехать на второе событие, которое, по сути, было того же самого формата. Я поехал в прекрасный город Казань, заработав деньги на эту поездку буквально за один день. Я думаю, многие эту историю слышали, для тех, кто не слышал. Кто хочет классную мотивацию вообще, как за один день заработать 4000 рублей? Четыре с половиной. Почему я могу это сказать? Потому что это применилось на практике и это дает эффект. Кто из вас вообще любит кушать? Вот просто кушать. Я думаю, все любят кушать. А кто чувствует себя некомфортно, когда он не покушал? Тоже, наверное, все, да? Так вот, одним моментом такой мотивации для меня было что? Я понимаю, что мне вечером нужно ехать в Казань. То есть, ну, не ближний город, 2000 километров, а в кармане 2000 рублей. Ну, там в загашнике несколько флаконов и склад в городе, с которого эти флаконы можно взять. Я встаю утром, в полдесятого я пью кофе, чашечку кофе. Выхожу из дома со словами, пока не продам 10 флаконов, я не позавтракаю. Угадайте, во сколько у меня случился завтрак в этот день? В 11 вечера? Около пяти вечера. Около пяти вечера у меня случился завтрак. Я не продал 10 флаконов, я продал 11. Уже собрал два заказа сверху. Где-то сделал скидочки, но чистыми заработал 4400 рублей. Для кого-то, может быть, сумма не столь большая, не столь гигантская, но мне, при этом, на поиску в Казань хватило, добавив это к той сумме, которая у меня была. Я посетил там великолепное обучение, которое еще больше у меня все в голове уложило. Я просто, во время понимания, что я хочу, я еще понял, что нужно делать и как нужно делать. Именно тогда, то есть после Казани, я просто принял для себя такую стезю, что я буду работать в интернете. То есть делать акцент на работу в интернете. Это не значит, что я отказался от работы на земле. Я думаю, что если бы отказался от работы на земле, меня бы здесь с вами не было, и я бы сейчас сидел там где-то в контакте. Но, я понял, что... Я думаю, многие слышали притчу о водопроводе. То есть сетевой часто сравнивают, рассказывают притчу о водопроводе. Я для себя это понял немножко по-другому, даже интерпретировал немножко по-другому. Почему интернет? То есть я мог, ну как притч о водопроводе, носить воду в ведрах. То есть стандартно изо дня в день. Но я принял для себя решение, что лучше выстрою систему. И не я буду писать людям, не я буду искать этих людей, а люди будут искать меня. И вот в этом интернет он очень помогает. Поймите, что интернет это не отдельный бизнес, но это ценнейший инструмент, который в наше время нужно использовать. Скажем прямо, сейчас практически нет топ лидеров сетевого маркетинга, которые имеют большие чеки, зарабатывают большие деньги и не работают вообще в интернете. То есть оптимальный вариант совмещать земля плюс интернет. Если только земля, в конечном итоге результат уходит. На самом деле весь выбор нашего будущего он перед нами. И то, какой наша жизнь будет через два, три, пять лет, даже может быть через год, зависит только от нас. Реально, если вы с утра подходите, смотрите в зеркало, вы понимаете, что перед вами тот человек, который может либо вашу жизнь украсить и преобразить просто до небывалых высот, либо наоборот, тот человек, который вашу жизнь может угробить. И никакие внешние факторы, ни президент, ни политика, ни плохая погода, на самом деле не начальник, вот такой нехороший человек, которого надо посылать далеко и надолго, как была Янина. Они на вашу жизнь не имеют никакого влияния, на самом деле. И я еще раз хочу выразить слова благодарности своим спонсорам Янине Алексею за то, что когда-то познакомили меня вообще с такой возможностью, с такой компанией, что я оказался здесь и у меня до сих пор в голове немножко не укладывается вот то, что мы сейчас делаем, то, куда мы сейчас идем и то, что у нас будет через два-три года. Я надеюсь, что у нас у всех вместе с вами. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Чтобы смотреть другие интересные видео, жми на ссылку. Субтитры сделал DimaTorzok